Учителей не поймёшь. Купите пластилин. На уроке кидается пластилином. Нет, ну так она же не написала, купите пластилин, чтобы кидаться на уроке. Спасибо бабушке. Зато тепло. А прикиньте, в будущем это станет модным. Просто хотели слепить снеговика. И тут понеслось. Императорский дворец, блин, нихрена себе. 10 января 2019 год. Саша в школу пошёл на уроки, а домой принёс две двойки. Глянула мама в дневник, сказка закончилась вмиг. У меня всего один вопрос, как? Так, возможно машина не заводилась, хозяин её бросил, потому что это говно. Деревья росли и потихонечку поднимали машину. Родион тут не пробегал, говорит бабка. Кстати говоря, я как раз сейчас читаю преступление и наказание, забавно. Главные волшебники Марвел. Я когда не готовился и получил 5. Наш новый год, суровий Хэллоуина. Блин, Дед Мороз какой-то совсем криповый, инферальный, адовый, демонический, сатанинский, злой, страшный, кошмарный, мрачный, отвратительный, бедственный, как чума. Ну, короче, вы поняли, мне он не понравился. Он страшный. Кристиан Бэйл ради новых ролей в кино набирает вес, худеет, качается, опять худеет, отращивает волосы, бреется на лосо, изучает единоборство, снова набирает вес, снова худеет. Александр Петров один новых ролей переодевается. Пилот сажает самолет. Боже, какая наркоманская картиночка. И да, друзья, всем привет, меня зовут Макс, в этом ролике у нас с вами будут мемасы. Вы ходите в цирк? Часто? Иногда? Нет. Я в нем живу. Кто пишет? Каждый день в школу хожу. Да что ты знаешь о везении? Это просто лимон в броне. Вот. Если, конечно, это вообще лимон. Роспотребнадзор запретил школьникам брать с собой еду из дома. Биар Гриллс говорит, извините, но это даже для меня уже слишком. Никита пишет, запретите Роспотребнадзор. Нет, надо его переименовать, назвать его Роснепотребнадзор. Удобненько. Главное резко не поворачивать и не тормозить, а то песик съедет. Иди займись чем-то полезным. Я. Ты не видишь, я спас Амир от потопа. Нет, он просто режет воду на кусочки, чтобы раздать всем ровные кусочки воды. Это Святой Соник. С каждым твоим лайком он прощает тебе один грех. Ну, посмотрите, сколько лайков на этом ролике. Столько грехов вам и простит Святой Соник. Но я не уверен, что это сработает. Но, по крайней мере, это сработает, и вы поставите мне лайк. Ставьте лайк. Ну, пожалуйста. Трогательное фото. Директор РЕН-ТВ и Санта-Клаус смотрят голубой огонек. Интересно, что директор РЕН-ТВ может попросить у Санта-Клауса? А вот напишите в комментариях свою версию, что директор РЕН-ТВ может попросить у Санта-Клауса. Я почитаю, поугараю над вашими ответами. Когда в споре заканчиваются аргументы, и в ход идут контраргументы, нет, у котика наверху у первого кончились аргументы. Он показал язык. А тот второй дал ему по щам. Что с ним? Всё плохо, каникулы закончились. Тачки существуют. Математика. Кто-то пишет, лучше бы это сжёг. Нет, не подумайте, что я против образования, а ведь без образования мы все погрузимся в мракобесие. Ну, просто картинка смешная. Лучше бы бухал, как все на рыбалке. А у тебя, блин, рыботящий муж. Нисун. Ну, типа, который всё в дом несёт. Если вы засовывали свой палец в эту дырку, то вы знаете, что такое боль. Я даже туда язык засовывать пытался. Точнее, нет. Нет, у меня друг засовывал язык и мне рассказывал, да. Снеговик больше не наливать. О, ещё один буховик. Красиво ждать автобуса не запретишь. Холодные закуски. А ты что подумал? Это где такое дают, интересно? Прикиньте, вы в школе идёте на завтрак, а у вас там просто огурцы. Или на обед. Вообще, интересно, огурцами можно наесться? Сколько их надо съесть, чтобы сытым стать? Не врей, что не воровал их, пока мама готовила салат. Я обычно ворую салат, пока мама готовит салат. Нога затекла. Господи, ещё одна шиза. Пролистываем, пока я не оттупил в конец. Как рисуют птиц? Художники, любители, элита. Мне кажется, внизу картинка больше похожа на задницу. Ну, это, возможно, моё воспалённое воображение строит в сознании задницу. А так ты такая же птичка, да? Защищать диплом, защищать родину. Я один по будням еле встаю, а на выходных просыпаюсь в 8 утра и не могу уснуть. В выходные лучше просыпаться рано, я понял. Знаете почему? Потому что тем самым вы продляете себе выходные. Вся суть понтох. О боже, смысловая нагрузка мема зашкаливает. Конец каникул, школа, я. О боже, смысловая нагрузка мема тоже зашкаливает. Стоимость бесплатного питания составляет 45 рублей. Кто-то пишет, кажется, я догадываюсь, что это за страна. Как ускупать кошку? Первое. Тщательно почистите унитаз. Второе. Поднимите крышку и добавьте в воду шампунь. Третье. Поймайте и успокойте кошку, пока вы несете ее в туалет. Четвертое. Быстрым движением поместите кошку в унитаз, закройте крышку и встаньте сверху. На крышку? Так она же сломается. Пятое. Кошка сама взобьет мыльную пену. Шестое. Смойте воду 3-4 раза. Это обеспечит эффективное полоскание. Седьмое. Пусть кто-нибудь откроет дверь, а вы отбегите как можно дальше от туалета, одновременно откинув крышку унитаза. Восьмое. Чистая кошка валяет из туалета и просохнет на открытом воздухе. Я боюсь, что после такого купания месть будет страшна. Кот не насыт тебе в тапки или на кровать или там еще куда. Он сделает это прямо в рот тебе за такое, пока ты будешь спать. Терпеть не могу эту фигню. На самом деле, эта фигня очень вкусная, если есть ее с чем-то. Так вот само по себе, конечно, это не очень прикольно. А с мясом вообще идеально идет. Кто-то явно переиграл в Dark Souls. Сосновик. Это он счастливый, то что его в ту кучу снеговичьих трупов, склеенных друг с другом, сросшихся, не засунули. Так выглядит ревность. Посмотрите, у котика внизу рыжие усы. Ну, типа усы нарисованные. Как я чертнул другу в тетради, как он не отомстил. Смотрите, они на рисунках полезли друг другу в глаза. Они ладошками держат друг другу глазные яблоки. Господи, что это за ученики? Как тебе такое, Илон Маск? Это называется дворник с высшим техническим образованием. Зачем брать в кредит 5 миллионов и выплачивать их 20 лет, если можно украсть 5 миллионов и отсидеть 7 лет? Кто-то пишет годный лайфхак. Ну, вообще-то не советую это делать. Не-не-не, это, по-моему, дичь какая-то. Мы же с вами честные люди. Воруют. Воры? А мы не воры. Миленькая подставка. И так сойдет. Не, ну а что, видно же, да и нормально. Может, у него тачка с автопилотом вообще? Это Тесла. Злостный нарушитель. А прикиньте у них, в законодательстве в этой стране, перед самым страшным преступлением, допустим, перед убийством висит, не повесь сумку на место зонтика, а потом уже не убей, не укради. Реакция мозга на разные виды удовольствия. Спишь, слушаешь музыку, набирает сообщение. Смотря кто, опять же. Не получается отковырять мороженое? Нагрейте ложку в микроволновке. Кто-то пишет. О, блюдок, мать твою, какого хрена? Кто курит, тот лох. Вот это хороший мем. А вот это я прям вот за. Кто курит, тот лох. А что, нет, что ли? Тратить бабки на то, чтобы быстрее сдохнуть. Это вообще как называется? Когда не учил, действуй по этим правилам. Первое. Делай вид, что чем-то занят. Второе. Не смотри училки в глаза. Третье. Не разговаривай. Четвертое. Не шевелись. Пятое. Притворись мебелью. Реально работает? Еще можно притвориться мертвым. Че уставился? Дверцу быстро закрыл? Окей, листаем дальше. Сегодня в метро услышал разговор двух девочек. Ты в каком классе? В третьем. О, а я в четвертом. У вас там такая жесть ждет. Рядом сидела девочка постарше. До девятого доучитесь, вот там ждет действительно жесть. В разговор вклинилась я. В вуз поступите и узнаете, что такое настоящие проблемы. Рядом со мной женщина. До студенчества лучшая пора, вот устроитесь на работу, там уже познаете ад. Ее перебила ее дочка. Нет, ад это садик, вы представляете, там заставляют спать. Ладно, если честно, объективно понять, какое время было самое лучшее, можно будет только в старости. Когда тебе будет уже лет 70, и вспоминая свою прошлую жизнь, ты сможешь примерно прикинуть, в каком же возрасте тебе больше всего понравилось. Потому что все познается в сравнении. Пара-пара-пам, минутка мудрости от Макса Максимова. Как тебя зовут? Соня. А полное имя? Панасоник. Тимур Слива пишет. Как тебя зовут? Филипп. А полное имя? Филиппс. Гениальный стартап. Вынесем вашу елку. Снимем украшения и уложим их в ваши коробки. Уберем мусор. Оставленный новогодней красавицей. Вынесем елку быстро и аккуратно. К сожалению, этот стартап может приносить деньги только очень маленькое количество времени в году. Рррр. Я хищник, бойся меня. Да, да, конечно, конечно. Сколько бы ни было мне лет, все равно буду любить мульты. Только такие, которые можно смотреть в любом возрасте. Потому что вот эта вот фигня типа, давайте поможем Даше отыскать треугольник. Ну кто это будет смотреть, блин, в здравом уме-то? Мне нравятся плохие парни, а ты слишком правильный. Да что ты скажешь на это? Блин, чувак, да ты реально злостный нарушитель. Это еще даже хуже, чем повесить сумку на место для зонтика. И даже хуже, чем, блин, перелить колу в баночку от Пепси. Сын, ты что, Кирилл? Нет, это друзья Кирилля. Я просто рядом Толян. Когда оба обкирились. Капец. Официально объявляю этот мем самым тупым мемом, который я когда-либо видел. Самым наркоманским мемом. Отличная гирлянда. И за электричество платить не надо. Только мало, надо котиков 5-8 прицепить к елке и будет нормально сиять. В Омске. Мужик долбанулся с моста, затем вылез из воды, дождался троллейбуса и сам уехал в больницу. Кто-то пишет, в России сам тебе не поможешь, никто не поможет. А может быть это не Россия. Ничего не знаю, не Россия и все. Может быть в каком-нибудь другой стране тоже есть Омск. В Японии. Омск, только он будет так вот называться. Омск. Ну или как там японцы говорят. Тайная жизнь крышки бензобака. Пабло пишет, жирненький Бэтмен. Готовимся к новому 2019 году, свиньи. Когда запятая решает все. Очень бюджетный навигатор. К сожалению, неговорящий. У меня когда была восьмерка, у меня тоже были такие навигаторы. Я с кого-то ехал, я себе рисовал примерно карту, также подписывал и ехал. Ох, во времена-то были. Чума, голод, война, смерть, понедельник. Когда в минус 35 дождался своего автобуса. Пока ждал, цены выросли на 20 рублей, а у тебя 18. И ты упал с моста, и ты находишься на самом деле в Омске. Ну, только в японском Омске, не в российском. Делай, что хочешь, только дай поспать. Котик сам знает, как ему удобнее. Это все каникулы? Кота пишет, не только каникулы, это вся твоя жизнь. Я бы выкинул отсюда твиттер и инстаграм. И в ВК. Ха-ха. Только наши люди пьют до клуба, потому что в клубе дорого. Кота пишет, потому что пока не выпьют, в клуб даже не собирались. Мой парень перестал выходить из дома, потому что его пес заболел. В итоге он отвез его к ветеринару, заплатил 85 долларов за то, чтобы узнать, что этот пушистый козел просто притворяется, чтобы хозяин не уходил. Кота пишет, это считается важительной причиной на работе? Ладно, нормальный песик, просто любит своего хозяина, чего бы сразу. Едем в травмпункт. Давай, 120 метров в час разгонись, лыжнику будет весело. Врач скорой помощи спас 11 пациентов, которые находились в состоянии клинической смерти. В 2018 году в Тюмень... В 2018 году тюменьский врач скорой помощи вытащил с того света 11 человек. Андрей Горланов, придерживающийся аксиомы. Бороться за жизнь пациента нужно до конца. Андрей Горланов, мы тебе тут всех лопаем. Ты крутой мужик. Александр пишет, вот про кого нужно статьи писать, а не про всяких там фриков размалеванных. Так пишут про них статьи, что, разве не пишут? Это так мило. Даже чистить зубы, наверное, перехотелось, да? У тебя спросят, чего у тебя такие зубы грязные? Ты такой, ну там зубная паста так мило обнимала зубную щетку, я не мог их разлучать. Давай, Санек, сейчас самый ответственный момент, ты справишься. За светофором остановите. Кто-то пишет, я однажды побоялся сказать и теперь живу в Казахстане. Когда училка в классе... Вышла на 5 минут. Кажется, я превращаюсь к Квитверда. Утро, день, вечер, ночь. В США мужчина подал в суд на Макдональдс, потому что не почувствовал себя счастливым после того, как съел хэппи мил. Счастливое детство. Беспилотник Тесла сбил российского робота в Лос-Анджелесе. Кто-то пишет, автоботы против десаптиконов. Не сожрал целую пачку за день, повзрослел. У меня горит славей, который верит в гороскопы. То есть ты мне сейчас на серьезных щах втираешь, что веришь в то, что водород из межзвездных облаков миллиарды. Лет под воздействием гравитации формировался в звезды в определенных местах, чтобы предсказать, посрать тебе сегодня или нет? Саша пишет. Сразу видно, что написал какой-то лев. Не, гороскоп это мракобесие. В гороскопы верят только те, кто в этом не разобрался. Хотя, в принципе, если не разбираться ни в чем как следует, можно в что угодно верить. Даже в то, что когда бьет молния, это Зевс гневается. А когда разберешься и поймешь природу явления, сразу понимаешь, что не гневается там никакой Зевс. Этот дальтоник собрал кубик Рубика за пару секунд. А чего добился ты? Кто-то пишет. Однажды я добежал до кухни быстрее кота. Смотрю телевизор с мамой. Там начинаю целоваться. Делаю вид, что в телефоне кто-то написал. Ходишь с мамой по магазинам, зашел в примерочную. Мам, задвинь занавеску. Да кто тут на тебя смотрит? Мама зашла в ванную без спроса. Мам, блин, выйди. Да что я там не видела? 2020 год наступит уже через год. Я думал, что мы будем уже на летающих машинах ездить. А в итоге что? Гречка на 50 рублей подорожала. Электрика с 50 уровня. Да ладно, чё вы, у него же сапоги резиновые. Выход есть всегда. Что ж, друзья мои дорогие, если видео вам понравилось, если вы улыбнулись, ставьте лайк. Также подписывайтесь на мой канал. Жмите колокольчик. Вступайте в группу ВКонтакте. Вступайте в мои соцсети всякие, на которые ссылку в описании я не дам, потому что мне лень. Но они точно есть, честное слово. Всё, ребят, всем хорошего настроения. Удачи и до встречи в следующих видео. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова